Ну, пока. Продолжение следует... 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 Иди-ка сюда Ах ты, песик Что, соседка, решила себе маленького квартиранта завести? Да какое там? Это племянник взял, да и привел с собой Фредо, иди сюда, красавец Иди, Фреддик, иди А что, вы сегодня не бегаете? Почему? Как раз собираемся, еще и на соревнования В парке забег состоится Но с Фредо туда нельзя Он это чует И глядите, на улицу рвется Но, если хотите, я бы и Фреда выбрил Понимаете, я и так всю неделю сержусь на своего внучка Пока за ним приглядываю Но по субботам и воскресеньям мне без него грустно Вот, берите на здоровье Иди-ка сюда Ты пойдешь с дедом Галаком, пес И будешь его слушаться Соседка, а почему вы его псом называете? Ну, потому что этого пса так и зовут, пес Смешно, правда? Петр, давай быстрее, не то опоздаем Элечка, принеси поводок Фредо все-таки пойдет на улицу Скажу я вам, одно удовольствие будет выгуливать таких двух красавцев Ну что, пристегивайте Иди-ка сюда, Фредо Ну, можешь идти И спасибо Пожалуйста Ну, Фредо, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Вот так Вот Не знаю, получит ли он от этого удовольствие В общем, стали мы, как Петька, столарик Папа уехал Мама теперь все время в поликлинике дежурит Это нельзя сравнивать Петька же первоклашка А мы с тобой уже почти взрослые Ну да, ты особенно Между прочим, все три месяца, что папы не было Я всегда вел себя в доме, как мужик Да, 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 да Ну, почти всегда Хотя ты порой надо мной насмехалась Да ты не обижайся А я не обижаюсь Я просто так сказал Ну вот сейчас ты точно герой Твою ж налево и в качель Дубина я стейросовая Я в хозяйственном видела Такой же плафон с ребрышками Да ладно Тогда я побежал А уборка на мне останется, так что ли? Мы вдвоем стараемся, чтобы у тебя все было А я никаких игрушек и не прошу Вот, пожалуйста Сударь игрушек не просит А продавец за это попросил шесть тысячонок Вот оно, твое воспитание А мы не вдвоем разве воспитываем? Это не я начал Перестаньте Вот вы твердите, что это все для меня А когда вы в последний раз со мной разговаривали? А когда вы со мной куда-то ходили? Субтитры сделал DimaTorzok А тебя дома не ищут? Шиш там А Яков всю работу на меня спихнул Поможешь? Помогу Я пирог папе хочу испечь Мама про него само собой забыла Так что папа когда вернется, удивится Подержи-ка Ай, что мне делать-то? Опусти ее Так Испекла я пирожок Прости меня Я не нарочно Да мне самой надо было крышку держать Нужно пятно закрасить Зуб даю Зацени-ка А вы что тут творили? Пирог испечь хотела Пятно надо закрасить Зуб даю Тогда пошевеливаться нужно К вечеру сложно будет покрасить Надо, чтоб краска высохла А у нас ни краски, ни кисточек Есть! У нас есть! Маляры их к нам завесли А сами до сих пор еще не появлялись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петька, а что ты мне на день рождения подаешь? Не знаю пока, придумай что-нибудь. Здравствуйте тетя, привет, не у тебя моя Янка? Ах, вот ты где, по всему дому тебя ищу. Готовишь Петя? Спагетти, первый сорт, я такие еще не варил. Да, вижу. Сначала нужно, чтобы вода закипела и только потом туда макароны высыпать. Ага, а я и не знал. Ничего. Пойдем-ка ко мне, попрощайся с Петей. Пока, Петька. Пойдешь к нам? Приду. А что это ты тут затеяла, а? Говорит, у нее день рождения. Пригласила меня. Ну и ну. Зимой у нее день рождения. Но ты сегодня приходи, я пирожных куплю. Ты бы день рождения каждый день праздновала. Пока, Петька. Вот это правильно. Пойдем. Пойдем. Пока, Петька. До свидания. Идем. А я-то думаю, кто тут шумит? А это вы, сосед. Ну, раз уж я проснулся, то начал кое-что мастерить. А что это будет? Маленькая Янечка меня на день рождения позвала. Меня. Представляете? Никогда еще ребенок меня так мило не приглашал. Сказала, я с подарком должен явиться. А знаете, она и меня позвала. Милый ребеночек, да? Но я подарочек для нее уже приготовила. Погодите. Взгляните-ка, сосед. Это куколка. Я с ней играла, когда еще сама ребеночком была. Да, да, ребеночком. Ох, и давно же это, наверное, было, пани Гохова. Так ведь? Простите. Ничего страшного, я не обиделась. Я ведь действительно совсем старая бабка. Но выглядите вы замечательно. Благодарю за комплимент. Взгляните, придется она ей по вкусу? Точно придется, пани Гохова. Точно. Так, все, что нужно, у нас есть. Приворно. Отлично. Так. Ты собери все ведра, что у нас есть. Я разведу краску. А ты гипс. Раз уж взяли, сделаем все как следует. Якуб, я не могу. Почему? Родаки хотят, чтобы я с ними на прогулку поехал. Дуй. Куда? На прогулку, куда ж еще? Мы тут без тебя как-нибудь справимся. Я за вас кулачки подержу. Покеда. Давай. Привет. Я тебе чертеж принес. А математику после обеда сделаю. Значит, ты нам поможешь. Мы красить собираемся. Красить? Тебя нам еще не хватало. Я вам с радостью помогу. Только скажите, как? Крамблош. Шляпа ты. Бетка, я не хотел. Извини. Сам ты шляпа. А ты шкула, не оправдывайся. Шкула? Шкула? Чего? Чего? А знаешь, ты в очках настоящий франт. Ну, за покраску. Шкула? Шкула. Ну, хватит вам! Хватит рваться, мы ведь уже дома. Ну, Фредо, не рвись. А ты пес маленький, да шустрый какой. Ну что, дедушка Галак, как прогулка? Ой, плохо, соседка. Лучше за сотни внуков приглядывать, чем за этими бойкими паршивцами. Ой, а это что? Якуб изобрел. Скажу я вам, он парень не промах. Взгляните, надо бы ему вот это запатентовать. На, хватит, дедушка. Пойдемте, дедушка Галак, чайку попьем. Что? Что там? Так как так? Фредо! Фредо! Фредо, ну пошел вон отсюда! Фредо! Ну и только взгляните! Все сардельки со стола утащили. А я ведь хотела лечь и готовить. Из них обеда уже не приготовишь. Что-то лук так странно пахнет. Высохнет, красиво будет. Думаешь? Сквозь сырую краску пятна видны. А после высыхания они должны пропасть. Краска их закроет. Мамочки! Плохо дело. Не бойся, шкула. Да, Якуб? Да я вообще-то... Вообще-то не уверен. Пойду-ка я спрошу дядю Гейзу. Он в этом понимает. Дядя Гейза, я вам звонил-звонил. Я уж думал, вы спите. А что это такое? Это подарочек для маленькой Маликовой. У нее день рождения. Она и нас пригласила. Но у нас времени нет. Мы красим. Дядя Гейза, а вы не заглянете к нам? Не посмотрите? Что-то нам результат не нравится. Все в пятнах, да? Заскочу, когда закончу. Последний слой нужно нанести пульверизатором. Вот это идея! Спасибо! Спасибо! Кто там? Здравствуйте! Привет! Хорошо, что вы здесь. Мне Фера нужен. Фера, к тебе друг пришел. Зуб, а вам маляры пульверизатор не оставили? Наверное, да. Погоди чуток. Вот он! Я же тебе говорил, что у меня все приготовлено. Тебе плохо? Газ! Газом воняет! Мама, у нас газ не сочится? Что-что? Газ? Нет, у нас точно нет. Стойко. А ведь и вправду попахивает. Ну что, идем? Что-то где-то стряслось. Наверное, этажом ниже. Постой. А газом здесь не воняет? Вот именно что воняет. Чувствуешь? Вот оно где! Петька! Петька, открывай! Может, он не дома? Он точно дома. Утром я ему занести покупки помогал. Петька! А чего в звонок не звоните? Позвони! Нельзя! Электрический звонок искрит! А тут и одной искринки хватит, чтобы все на воздух взлетело. А ведь и правда. Что случилось? Петька с газом остался. С каким газом? Утечка газа. Отвертку и плоскогубцы. Быстро погнали, мухой. Ну чего? День рождения уже готовится? А утечки газа тут нет? Есть. Нужно срочно что-то делать. Петька! Петька дома? Да, дома. Быстро перекрой внизу газовый вентиль. А я и не подумал. Бегите, парни. У вас машина есть? Здесь. Но мы на прогулку хотели поехать. Беги. Заводи. Жив! В квартире полно газа было. Хорошо, что вы не стали звонить. Все бы здесь на воздух взлетело. Ну, дети, вы для меня такой сюрприз приготовили. А стенка эта не слишком пятнистая? Да бог с ней. Главное, что Петька в порядке. Не сильно отравился. Это все Якуб. Да уж, ты показал себя молодцом. И как ты сообразил, что нельзя в квартиру звонить, а? Так я ведь мужик в этом доме. Разве нет? Ну, давайте дела заканчивать. Вечером отец приедет. Ой, моя спина. Я в жизни так не вкалывала. Ладно тебе. О, бабушка пришла. Папка! Папа приехал! Иди. Как же ты нас удивил. Я купил билет на скоростной самолет. Ну что, без меня тут происшествий не было? Еще бы. Пойдемте присядем. Устроим себе хороший вечерок. Покачай куколку немножко. Вот так. Видишь? А взгляни, какой у нее фарточек. Так. Вот чай. Янка нас, конечно, немножко удивила. Я и не знала вообще, что она ходит по квартирам и всех приглашает. У меня был день лождения. Она думает, раз у нее был день рождения, значит, он и сегодня есть. Ну а у нас дома ничего нет. Это точно. Еще кто-то пришел? Давай, послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Янка, вот мы и пришли. Янечка. Это тебе. От всего сердца поздравляю с днем рождения. И я. И я. И пес тоже. Привет. Что ж ты нам устроила? Располагайтесь, гости. А у меня день лождения. Конечно, сегодня. Ой, боюсь, боюсь. Страшно-то как. Проходите. Еще кто-то пришел? Янечка, еще гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли Янку поздравить. Иди, поблагодари их. Давай. Вот так. Спасибо. Янка, всего тебе самого хорошего. Здорово еще раз. Янка, всего тебе самого лучшего. Вы присаживайтесь. Проходите, садитесь. А что там у тебя внутри? Что там? Давай развяжем. Юрай, срочно сгоняй в магазин. Торт купи, пирожные, лимонады. Да-да, конечно. Только быстрее, в доме гостей полно. У меня нет ничего. Я понял, хорошо. У меня день лождения. День рождения. Подержи-ка крышку. Убери чемодан. А, извини. Эда. Ты, наверное, целый универмакс купил. Ты вообще там ел хоть? А то мне тебя лечить придется. Не переживай. Я там нормально питался. Сама видишь. Вот. Я о вас постоянно думал. И если в магазине мне что-то в глаза бросалось, так я... Я тебе его купил еще на первой неделе. Мне? Ага. Спасибо. Мама, ты в нем такой красоткой будешь. Ух ты. А вот ее мне подарили. Спасибо. Якуб. Папа, это же фантастика прямо. Приехал, приехал. Я пальто увидела и все поняла. Мамочка. Сыночек мой. А бабушка не забыла испечь твой любимый пирог. Мамы никогда не забывают. Спасибо тебе, сыночек. Спасибо. Наконец-то мы все собрались. Эх ты. Знаешь, мне порой было очень грустно без тебя. Ну. Ай, мама. Да ладно, мама. Что было, то было. Отец, рассказывай. Да, пап, расскажи. Так я же вам все в письмах писал и рассказывал. Через магнитофон. А ты еще раз расскажи с самого начала. Ну, хорошо. Я вам все расскажу. Но я бы сначала хотел узнать, как вы тут жили. Последние 10 дней от вас ни строчки не пришло. Ну, в целом, хорошо. Хотя я иногда и отчебучил какой-нибудь фокус. Если б ты каждый день чего-нибудь не отчебучивал, я бы подумал, что ты заболел. Ну и ладно. Зато когда у него температура была, даже тогда все в доме о нем не забывали. Не забывали. Потому что Якуб вел себя как настоящий мужчина. А что? Как мужик в доме? Ну, спасибо тебе, Якуб. Текст читал Алексей Воленко. Конец фильма. Субтитры сделал DimaTorzok Фильм снят в Братиславской студии Чехословацкого телевидения в 1986 году.